Здравствуйте! Сегодня я хочу прочитать матрицу для женщины, которая родилась 14.08.68 года. Матрица её выглядит вот таким вот образом. Мы здесь можем посмотреть на линию Земли. Линия Земли у нас это линия материального благополучия, линия всего материального и неблагополучия тоже. В общем-то здесь речь идёт о том, какая семья, родители, какие люди нравятся, что комфортно, в каких энергиях комфортно, что является карьерным ростом для профессии, для того, чтобы заработать денежку, для благополучия. Всё, что касаемо того, что можно подержать в руках. И также физическое здоровье. Тоже эти энергии влияют именно на эти спектры жизни человека наиболее активно, скажем так. Все остальные они тоже влияют, но это вот линия, на которой как бы отмечены основные энергии, влияющие на материальный план человека. Вот это вот линия неба. И здесь вопрос стоит, конечно, о духовности, о чувствах, о тонком плане человека, о том, что хорошо. Что для него, опять же, комфортно, в какой энергии. И мы видим, что зона комфорта, она находится на пересечении всех линий. И, конечно же, человеку комфортно, когда спокойно на душе, и всё хорошо. Есть на чём посидеть, и крыша над головой тоже есть. И работа обеспечена, и есть какие-то перспективы на будущее. Вот об этом идёт речь в «Матрице», в общем-то. И род как род влияет на нашу жизнь. Мы видим, что эти линии ещё пересекаются с нашими энергиями, с квадратом в нескольких местах. То есть без влияния рода на нас, конечно же, нам не обойтись. Мы произошли от наших родителей, родителей от своих родителей и так далее. До седьмого колена матрица нам показывает всю нашу родословную тоже и её влияние на нас. Кроме этого, есть карта здоровья. Чакры у нас здесь показаны на матрице разными цветами. И здесь вот эти чакры указаны, и энергии, которые связаны с чакрами. И тоже их влияние на наше здоровье. Ну и ещё карта здоровья нам показывает прошлое воплощение. Это если уже вникать, то воплощение, которое является как бы шаблоном или базой, которую мы перепроживаем в этой в текущей своей жизни. Вот об этом тоже здесь идёт речь. Есть предназначение мужской род чего от нас хочет, да, женский род чего хочет. Ну как бы не то, чтобы он хочет, а как бы задачи, которые душа взяла для себя, чтобы помочь проявить и реализовать какие-то энергии в этой жизни, да, пройти определённый опыт. Вот и в конце мы видим вот тут духовная грамотность. И здесь очень интересная циферка, поэтому я сразу сюда и пришла, да. Пятнадцатая энергия говорит о том, что душа здесь поставила задачу пройти испытания на переход на духовный уровень. То есть пятнадцатая энергия, мы знаем, это энергия пограничная, энергия перехода на духовный уровень. То есть здесь могут быть испытания, которые будут человеку предоставляться вот кармой, жизнью, с точки зрения её взглядов, какую сторону принять и устойчивость против соблазнов, искушений и так далее, да. На самом деле готова ли эта душа, вот будет проверяться, да, готова ли эта душа перейти уже на более высокий тонкий план, план духа уже, а не души, да. Вот, поэтому вот такая вот интересная программа стоит. И здесь вот идут энергии, которые мы сейчас рассмотрим и каким способом, вот как бы это всё через негативные, вот тут вот в пятьдесят лет я вижу, да, стать шестнадцатая энергия. Это уже следующая энергия духовного развития тоже. И она будет преподнесена в минусе человеку, то есть как разрушительная энергия в её жизни. Это может быть разрушение всех видов одновременно, либо какого-то определённого плана в жизни у человека, где в нём есть какие-то сомнения. То есть будет проверяться на сомнения человека по светлому пути идти или по тёмному, как бы, да. Вот всё, когда у тебя отбирают, когда у тебя всё разрушается, когда у тебя возникают проблемы внутри и снаружи, да. Вот когда какие-то сомнения, что называется, кошки шкребут, да, на душе, вопрос стоит о том, какую сторону ты принимаешь, да. Ну, в общем-то, так проверяются все, да. Пятнадцатая энергия – это энергия искушения, соблазнов, да, провокаций разных. Для чего это делается? Для того, чтобы проверить человека на его моральную устойчивость, да, что называется, на его вшивость. Насколько он готов предать свои идеи, за которые он вроде бы как боролся, шёл и всем говорил, что я такой, вот я духовный, я это, да. Вот, а когда сложности возникают, когда нет денег, когда, там, предательство в любви или ещё что-то, да, как ты себя поведёшь? Скажи, пойдёшь к какой-то бабке просить, чтобы она приворожила, там, мужа, да, или ещё что-то, или ты не пойдёшь по этому пути? То есть задача пятнадцатой энергии – именно проверить, пропускать ли тебя, это врата, вот, в мир духа. И вот пятнадцатая энергия определяет, пропускать тебя в мир духа или тебе там ещё рано быть, потому что там ты просто, ну, не сможешь жить, тебе будут одни проблемы, если ты не готов, если твоя душа на самом деле не готова в любых условиях, как говорится, переходить на эту сферу. То есть ты готова и без денег сидеть, и предательство пережить, и вообще оказаться в одиночестве, может быть, вот, и в нужде какой-то, и всё равно продолжать делать свою работу. Если да, если ты всё равно находишься в творческом потоке и стремишься быть, нести свет в этот мир, повышать свои вибрации, и не уходишь в низкие вибрации, в жадность, в деньги, в материальный план, доказать всем, что я вот богатая, я крутая и так далее, да, значит, ты вот выдерживаешь этот план, да, и тогда тебя энергия пропускает. Ну, вот здесь как раз задача души 15 энергии, это очень интересно, интересная задача у этого человека, то есть ей обязательно будет показана тёмная сторона, будет показано, что она есть, и будут сделаны попытки перейти на ту сторону, то есть её соблазнить, искусить, спровоцировать и так далее, да, чтобы человек ушёл полностью в негативы, в злость и прочее, да, ну, вот такие вот проверки, интересно. Итак, 14 энергию человек взял с собой, это как раз энергия очень тонкого чувствования, энергия очень, это энергия души, и как раз мы понимаем, да, это крайняя энергия, получается, духовного мира, не духовного, душевного, да, скажем так, мира души, и уже как бы она завершаемая, да, энергия, то есть самый высокий уровень мира души, да, развития души в мире, вот в этой семерице души, да, дальше уже идёт переход, как я сказала, уже идёт 15 энергия, то есть следующий этап развития, эволюционного развития, это 15 энергия, а значит, это говорит о том, что эта жизнь является такой подготовительной, мы видим и здесь 14 энергии, ещё они даны обе в плюсе, то есть человеку предлагается, ну, вернее, у человека есть опыт, это как такой экзаменационный, да, последний переходный уже, перед переходом на 15, на мир духа, ну, такой вот момент, где человек может проявить себя по полной, то есть он полностью все энергии души уже прожил в своей жизни, уже эволюция души дошла вот до 14 уровня, и таким образом получается, что 14 энергия, энергия духовного, душевного развития, это умеренность уметь, да, соблюдать это, чего многим не хватает, кто находится на более низком уровне, например, отказаться от переедания, да, от чревоугодия своего, от получения удовольствия и так далее, чем ниже уровень, то есть если душа находится на уровне материального мира, первой семирицы, там ещё труднее противостоять вот этому всему, то второй уровень души, вот это тоже много соблазнов, искушений против которых, как говорят люди, иногда у меня не хватает силы воли, да, чтобы вот отказать себе в чём-то, сколько там той жизни и так далее, куча отговорок находится для того, чтобы, ну, как бы не противостоять искушениям материального плана, ну, вот здесь уже душа как бы находится на самом высоком уровне развития души именно, и перехода уже на развитие духа, где душа уже переходит вот в состояние близкое к духу, да, вот такая вот связь большая с духом духовная, уже высокое духовное развитие у души дальше начинается, и в данном случае вот получается 14 энергия, это то, что она взяла с собой как бы в помощь, то есть она здесь имеет большой опыт, большую практику, это умеренность, это терпение, это, ну, терпение не в смысле терпеть, когда над тобой издеваются, а в смысле уметь выждать, дождаться, получить нужный результат, иметь терпение долго творить одно что-то, да, как мы знаем, художники даже десятилетиями писали картины, известные художники, это ж нужно иметь терпение, да, довести до ума такое большое полотно и иметь терпение над ним работать столько лет, и оно все у тебя не готово, не готово и не готово, то есть это вот то самое терпение, когда медленно по чайной ложке, да, ты вычерпываешь море, вот, ну, вот такое вот терпение огромное, чувствительность, это чувство искусства, творчества, вот тонкая чувствительность такая к мастерству, это душевность, это спокойствие, скромность, порядочность, благородство соответствует, да, тут душа уже прошла очень много опыта, и она уже многое понимает, ну, и целительство, конечно, 14 энергии открыто на уровне энергии тонкого плана тоже, да, в минусе 14 энергия будет означать черство, жадность, бездушность, да, такая, или бездуховность, да, бездушие, скорее всего, да, вот, ранимость, обидчивость, импульсивность, уход в крайности, желание навязывать свое мнение и обвинять в всех своих ошибках, эта 14 энергия уже не выдерживает собственной проверки, да, вот, ну, то, о чем я говорю, это не значит, что душа вот этого человека сейчас находится именно на четвертом уровне, она, возможно, гораздо выше и просто решила перепрожить эту жизнь, чтобы проверить еще раз эти энергии, вот, проверить свой, вот, переход, 15-ю энергию выдержать, пройти проверку такую, да, вот она пришла в эту, выбрала эту жизнь, чтобы воплотиться в этой жизни и перепрожить, вот, например, ей не понравилось где-то там 5-7 реализаций, реинкарнации тому назад, да, как она прожила вот эту вот матрицу, и она решила там, там это было что-то какие-то, может быть, что-то помешало ей, может быть, какие-то проблемы возникли, не от нее зависящие, да, скажем так, обстоятельства окружающего мира, либо кто-то конкретно ей помешал, вот, прожить то, как она запланировала, либо она сама совершила такие ошибки, которые не дали ей себя раскрыть по полной программе, а мы видим, вот, задача души была 14-я и 8-я энергия, это говорит о том, что честно, справедливо, проявлять свое вот с большим терпением и умеренностью со своей стороны, да, принимать решения, и это давало бы ей свободу, то есть научиться быть свободной, при том, что при этом оставаясь честной, справедливой, да, понимать причины-следственные связи, иметь вот это вот, проявлять умеренность, не злоупотребляя чем-то, да, любыми направлениями без злоупотреблений, без зацикливания на чем-то, вот, проявлять терпение, благородство, да, заниматься творчеством, искусством, понимая причины-следственные связи, тогда придешь по 22-й энергии в плюс, 22-я энергия, это энергия перехода уже на новый виток развития, вот, скорее всего, что душа очень высокоразвитая, да, она прошла все 22 энергии, как говорится, да, и вот она еще раз хочет убедиться в том, что она опыт 22-й энергии, например, получила, и в этом воплощении получается тоже вот миссия, задача души человека, 22-я энергия, почувствовать эту свободу, при том, что свобода, мы знаем, что такое свобода, два ее, две ее крайности, да, как всегда, одна дело свобода, это когда человек вот с умеренностью, с чувством самоограничений там, где это нужно, с чувством понимания причины-следственных связей, то есть это вот проверить свои вот эти вот способности, да, может прийти к свободе такой, какой он сам себе считает ее правильной, да, нужной, то есть в рамках разумного, да, а можно же прийти к свободе, это где начинается полная разгульность, нахватали всяких кредитов ради того, чтобы поехать в отпуск, прокутить, показать себя таким весь из себя, да, потом вляпаться в долги, из которых не вылезти обязательства, которые тебя погружают только глубже в проблемы, тоже свобода, да, сразу вроде бы, то есть это уже глупое проявление свободы, когда без наказанности, без ограничений, без всяких этих человек считает, что он, вот он может себе позволить все, то есть здесь вот научиться понимать, что свобода имеет рамки ограничений, правил порядков, да, соблюдения законов, и что в любой свободе есть какие-то ограничения, поскольку на это есть причина следственной связи, натворишь, будешь отвечать, об этом тоже надо понимать, поэтому в любой свободе есть ограничения, которые сам человек должен себе ставить, а не кто-то ему запрещать, то есть не прийти в тюрьму, есть такая вероятность, что в прошлом воплощении все закончилось именно тем, что ограничение, что все рухнуло, то есть что как раз ничего не получилось, шестнадцатая энергия, вот тут стоит причиной смерти, а это может быть любая причина, говорит о том, что здесь было предательство какое-то, да, десятка говорит о том, что из-за денег каких-то, скорее всего, вот у него произошло то, что трагедия, которая как бы обрушилась на его голову, то есть вот в этом смысле здесь, скорее всего, вот он погиб из-за денег, из-за того, что какие-то люди где-то его, видимо, подставили, то есть десятка говорит о том, что тоже человек мог впасть в разгульность, вот в эти самые долги, кредиты, нахвататься, да, и потом получить за это, скажем так, серьезный удар по голове, после которого ты уже не очухаешься. Шестнадцатая энергия, энергия башни, разрушение, взрыва, да, мощная энергия разрушающая, то есть вот тут вот идет вариант о том, что люди какие-то, да, отношения с людьми, из-за денег человек пострадал и умер, а хотел попробовать прожить вот что такое свобода. И вот в этом воплощении она пришла для того, чтобы прожить заново это, почувствовать эту самую свободу в рамках разумных, да, то есть не переходя разумные границы, границы вот четырнадцатой энергии. А что такое четырнадцатая энергия, она взяла с собой это в плюсе. И через седьмую энергию, через энергию цели, направленную воина-победителя, да, она может прийти к тому, что она получит это самое расширение, двадцатая энергия, двадцать первая энергия, девятнадцатая энергия, вообще энергии духа, духовного развития, это энергии расширения, то есть влияние на большое количество людей, общение с большим количеством людей, энергия, нести эту информацию большому количеству людей, чем больше, тем лучше. То есть если четырнадцатая энергия она проявляет в плюсе, поставив такую цель, она придет к тому, что она получит этот результат свой, да, и родители ей, ее, как бы, воспитание, она выбрала семью, в которой родители воспитывали ее, ставить цель и добиваться ее, а для этого свою самодостаточность раскрывать, развивать, да, и стремиться к цели, чтобы ее победить, чтобы ее преодолеть, и снова ставишь новую цель и двигаешься дальше. И так небольшими шагами человек двигается к большой цели, к конечной своей цели, а мы видим, что свою задачу, она поставила задачу расширения, то есть прийти как можно дальше на уровень духовного развития тоже, если брать по духовному развитию, двадцать первая энергия, это крайняя уже верхняя, максимальная степень, да, семерицы, матрицы, развития души, и вот она стремится к двадцать первой энергии, то есть поднять максимально свой уровень развития души, перейти с мира души на мир духа максимального ее развития, потому что двадцать вторая, да, мы понимаем, это уже переход на новый виток. Вот перед тем, как прийти на новый виток, душа решила еще лучше подчистить, так сказать, хвосты, чтобы перейти туда с более высоким баллом, да, если рассматривать это, как вот переход в следующий класс, или поступать, скажем так, да, переход уже из школы в институт, мы хотим иметь более высокий проходной балл, да, вот в это, что-то вот в этом роде можно рассматривать и так, и матрицу, да, восемнадцатая энергия говорит о том, что ей нравятся люди, которые обладают какими-то тайными, скрытыми, непонятными знаниями, люди, которые притягивают, которые примагничивают, в которых есть какая-то тайна, с которыми интересно общаться, которые не такие, как все оригинальные, которые идут своим путем, выбирают какой-то свой путь, свои пути развития, и ей интересно с такими людьми общаться, ей нравятся такие люди, и ей нравится самой тоже аналогично быть похожей, но проявлять такие же энергии. То есть это вот восемнадцатая энергия тайны, луны, магическая энергия, то есть вопросы магии тоже ее могут интересовать. Это интуиция высокая очень здесь присутствует, это свет, загадочность, загадочность, притягательность, да, ну вот даже из этих вот всех энергий можно сказать уже, что эта душа, скорее всего, уже находится действительно на переходе на 22-й виток, где сдача экзамена идет окончательная, да, и вот идет почистка такая, да, проверка себя и по восемнадцатой энергии. Восемнадцатая энергия – энергия магии. Магия черная или белая, она не бывает черной или белой, да, все зависит от того, какой поставлен запрос. Я об этом всегда говорю, поэтому это вот зависит от человека, черная магия у него или белая, потому что магия – это просто магия. Это когда человек имеет настолько сильную энергетику, волю, которую он направляет, и его мысли материализуются. Восемнадцатая энергия очень сильно умеет материализовать мысли, да, и поэтому если человек мыслит негативно, происходят негативные события. Если человек ставит запрос совершить что-то плохое, происходят плохие события. Если человек ставит вопрос совершить что-то хорошее, Это уже белая магия и совершает хорошие события. И вот задача 18 энергии – это луна, которая светит во тьме. То есть помогать людям выходить из непонятных безвыходных ситуаций. Человек, который находится по 18 в плюсе, всегда даст полезный, действительно действующий, действенный совет, который поможет человеку разобраться в его ситуации, подскажет как-то, поможет найти причинно-следственные связи и решить проблему справедливо, честно и так далее. Без обмана, без использования человека в своих интересах. 18 энергия так себя раскрывает. Мы видим, что в зоне комфорта ей нравится чувствовать свою силу, внутренний стержень, свое здоровье чаще всего дается человеку. 11 энергии здоровье, физическое, достаточно крепкая, большая выносливость, трудолюбие. Таким людям дается по 11 энергии. И ей комфортно чувствовать себя именно таким человеком, у которого внутренний стержень, она знает, чего она хочет от этой жизни, ее планы и устои нерушимы. Когда 11 энергия в плюсе, как говорят эти, морально устойчивый человек. Потому что знает, чего хочет на уровне своих мыслей, души, чувств. И одновременно с этим чувствует свое крепкое здоровье, возможность где-то работать, трудиться длительное время. Потому что 11 энергия способствует этому. Мы видим, 13 энергия здесь присутствует. Это которая несет перемены в жизни. То есть именно тем, что где она появляется, происходят перемены там, где был застой или еще что-то, она приносит перемены, оживляет этот мир. Она, отказываясь от старого, начинает что-то новое привносить в этот мир. Там происходит, где застой, там начинается движение, где появляется человек с 13 энергии. Он там, где долго люди находятся в каких-то трениях, и все никак не выйдет из этой ситуации. Кто-то кому-то изменяет, например, но никак не может об этом сказать, что он хочет разорвать эти отношения. Появление 13 энергии там помогает этот вопрос решить буквально сразу. То есть она мгновенно говорит, все, приходит такой момент, когда люди вдруг... Ну то есть создается ситуация, когда это все разоблачается, и вопрос решается очень быстро. Умерла так умерла, да? И это дает ей как раз возможность общаться с людьми, понимать их, смотреть, чувствовать, принимать такими, как они есть, любить людей целостно, да? И это дает ей любовь людей к ней тоже. Опять же, люди ее любят за эти энергии, за вот это вот ее трудолюбие, и обновление, очищение там, где она приходит, там происходит очищение от всего, что умерло. И движение вперед ей дает вот шестная энергия. То есть она у нее в проверке, то есть измены, предательства в ее жизни будут. Они будут приходить именно для того, чтобы проверить, а будет ли она по-прежнему любить людей, умеет ли она прощать, умеет ли она принимать это на уровне того, что это в этом мире все справедливо и честно, и что если уж пришла такая проверка, значит, она связана не только, может быть, с этой, с текущей жизнью, да? А, возможно, эта проверка гораздо выше. Если добавить, что здесь у нас находится восьмерка правосудия, то ей свыше дано знание, понимание, то есть от Бога, талант от Бога, понимать причинно-следственные связи на более широком плане. То есть причинно-следственные связи здесь и сейчас в этом мире, это очень короткий отрывок жизни, да, всего лишь какая-то одна маленькая жизнь, а жизнь души имеет много жизней в воплощении, и причина проработки шестой энергии из минуса в плюс может заключаться в том, что где-то она сама изменяла, предавала, а может быть, она настолько сильно переживала, наоборот, предательство других людей, что сказала, что никогда не буду вообще, то есть за реклаз я никогда не буду изменять и предавать, и в этой жизни это приходит как проверочка опять же, да, а будешь ли ты предавать, если тебе вот, вот тебя предадут, изменят, да, как ты к этому отнесёшься, можешь ли ты это отпустить, простить, принять, что это идёт проработка. Жизнь театр, люди в нём актёры, и человек, который рядом с ней, люди, партнёры, это может быть предательство партнёров по работе, это может быть даже предательство твоих детей собственных, да, все тебя не понимают, все от тебя отворачиваются, все, с кем ты общалась, любила, принимала, да, могут отвернуться в один момент. В 40 лет приходит обычно вот это уже с 35 до 45 лет, приходит такой период, когда шестёрка проверяется на вшивость, да, насколько ты любишь людей безусловно. Я их люблю, всё равно люблю, но люблю не за то, что такой хороший, не за то, что там такой вот ненужный человек или ещё хороший помощник, хороший партнёр по работе или по сексу, или ещё почему-то, да, или просто вот отец моих детей, да, и так далее. То есть не за это всё, а просто потому, что он человек, потому что это душа, которая проходит этот опыт. И в данном случае эта душа что-то сделала? Она согласилась предать любовь для того, чтобы ты почувствовала, что такое, когда твою любовь предают. Это вот, как говорится, уже за это нужно научиться быть благодарным тому человеку, который тебя предал. Да, многие, кто предаёт, изменяет, сейчас порадуются, да, скажут, вот, видишь, какой я хороший, я тебе помогаю. Но дело в том, что тот человек за своё предательство тоже будет отрабатывать. Так что пусть не радуется, его душа пообещала взять на себя это обязательство, понимая, что она за это поплатится тоже. То есть тоже пройдёт свой урок. Во-первых, урок того, как он предаёт любимого человека, а во-вторых, он получит обратку такой же отработки, как и этот человек, да. То есть в данном случае эта душа сейчас проходит вот проработку шестой энергии в минусе, то есть предательство, измен и так далее. Разочарование в людях, скажем так, да, в людях, окружающих, ближних, дальних, всех. Потому что шестёрка – это отношение с людьми. И здесь будет такое сильное разочарование сначала приходит, да. И мы видим, что из-за этого падает популярность, известность, которая могла бы быть, или вернее это подарок, когда ты научишься, переведёшь шестёрку из минусов в плюс, да, и поймёшь, что людей ты любишь вообще просто так, несмотря ни на что, ни на их измены и предательство и так далее. Ты открыто принимаешь этих людей, твоя душа открыта и хочет общаться. Вот не закрывается в себе, потому что шестёрка в минусе. Эта шестёрка, когда уходит в минус, она становится злобной, замкнутой, мстительной, завистливой, да, зависит ещё от мнения других людей, появляется у неё импульсивность. Вот, и либо вот эти розовые очки, когда я всех люблю, мир прекрасен, а потом, когда происходит вот это самое предательство, это то самое снятие розовых очков, да. Вот, то есть момент такой тоже. Если человек жил в розовых очках, то это момент, когда розовые очки снимаются и возникает разочарование. Вот, один из вариантов тоже, да. То есть в данном случае, вот если человек, несмотря на снятые очки, несмотря на предательство и так далее, да, разочарование в людях, не закрывается в себе, не уходит в себя, не мстит, не злится, не ревнует, а просто отпускает и понимает суть происходящего события, жизнь театра, люди в нём актёры, ещё раз говорим, да. Это говорит о том, что эта роль была оговорена, и твоя душа хотела испытать и прожить вот это чувство, понять, как это получить этот опыт. И когда это происходит, чаще всего это, скорее всего, здесь измены, мы видим, пятнадцатая энергия, да, проходит душа пятнадцатую энергию через шестёрочку, да, через предательство близких людей. Это, кроме того, что я говорю, это измены по сексу, это могут быть предательства любого типа, это разочарование в человеке, который рядом с тобой, который, может быть, пьёт, гуляет и так далее, да, вот из этой серии, а может быть, наоборот, вот слишком закрыт в себе и не даёт тебе вот это почувствовать, любовь такую глубокую, а было такое желание почувствовать, любовь, окунуться в неё, да, вот в минусе это вот переход как раз того, что ты находишь эту любовь, находишь любовь к людям, несмотря на то, как они выглядят со стороны, да, но не только внешне, а именно вот такие вот бука какой-нибудь, да, или наоборот разгульный слишком. Всё равно этого человека я люблю и не в том смысле, что привязанной держусь и, как говорится, выполняешь все его прихоти, а в том, что ты его отпускаешь, возможно, вы расстались, возможно, вы уже не будете видеть друг друга и желать видеть, да, например, когда шестёрка уходит в минус, но на душе ты не держишь никаких обид, ты его прощаешь, ты понимаешь, что произошло, и либо живёте дальше, либо не живёте, это уже второй вопрос, это не обязательно вопрос в том, чтобы не только не обижаться, а любить его так же, как любишь всех остальных людей. И тогда семнадцатая энергия уже принесёт вам, наоборот, популярность, славу, да, а в минусе она говорит о том, что вы закрываетесь себе, и тогда вы не популярны, нет известности, люди вас не знают, и тогда вам, у вас закрывается, возникает камень преткновения, вот тут вот, то есть потому что благополучие ваше и материальное, и в отношениях зависит очень сильно от вашей популярности, от известности, от того, как люди относятся к вам, много ли у вас людей, которые к вам обращаются, с которыми вы общаетесь каким-то образом, это открывает ваш денежный поток, вход в ваше благополучие, и именно в зону денежного, вот материального благополучия, да, но в принципе эта сфера вообще тоже материальное благополучие, и вот шестерка в данном случае, это чакра самая нижняя наша, Муладхара, да, а это вот Сватхистана, это радость и удовольствие вы получаете от общения с людьми, если этот камень открывается, да, если мы его убираем, то популярность растет, если вы любовь принимаете, так безусловно, да, и относитесь, любите людей тоже безусловно, то тогда 17 энергия открыта, к вам тянутся люди, они несут вам новые знания, новые какие-то, во-первых, здесь это семья по закону укрепляется, да, опять же, законная семья, как говорится, да, потому что правило, порядок, закон, 15 энергия присутствует, восьмерка говорит об этом же тоже, да, когда человек строго любит соблюдать закон, правило и порядок, и здесь восьмерка, и здесь пятерка, это все правило, порядок, дисциплина, все по полочкам, все разложено, да, везде порядок, и все так, как надо, и тогда пятерка находится в плюсе, если в минусе пятерка, это бунтарь, здесь возникает бунт, возникает противоречие, против всех, против всего, вот, если мы находимся в минусе, то есть прожив эти чувства предательства, отсутствие окружающих людей, закрываться от них, вот, это приводит к тому, что никого, ничего не хочу знать, ничему не хочу учиться, это полный бунт, закрытие в себе, бунт против правил порядка, и так далее, вот эти чувства человек должен прожить был, выйти из этого, раскрыть в себе понимание, что он все равно любит людей, безусловно, за то, что они проходят свои уроки, за то, что каждая душа здесь проходит свой опыт, понимает, что причина следственной связи, его популярности как раз в этом и заключается, как он относится к людям, да, шестерочка здесь вот в зоне комфорта тоже об этом говорит, что она хочет получать вот это, вот чувствовать эту самую безусловную любовь, открыть себя и свою душу людям, друзья, товарищи, партнеры и так далее, да, все вот это, это с кем общается, к тем быть, направлять свою любовь и относиться к ним с любовью, безусловной, и тогда это дает новый опыт, новые знания, и этому учиться самой, и учить этому других людей, в этом суть, вот пятерки, ученик-учитель, когда она получает новые знания, новый опыт, и рассказывает об этом другим людям, передает им этот опыт для того, чтобы люди тоже учились это понимать и принимать, и выходить из подобных ситуаций, так как это сделала она, вышла из этой ситуации, и делиться своим опытом, как выходить из трудных ситуаций, опять же, мы говорим здесь, 18 энергия, это на линии души, вернее, в чакре сердечной находится у нее, и говорит о том, что помогать людям найти выход из безвыходной, казалось бы, трудной ситуации, где человек находится, как будто во тьме, не видит выхода, открыть, подсветить ему, показать, где есть выход, вот, и когда, вот тут вот мы видим, да, что восьмерка нам, ей была, это на уровне материального плана, я раскрыла, да, ее карьерный рост зависит от того, любит она людей или нет, раскрыла она в себе эту безусловную любовь, или нет, если раскрыла, шестерка дает ей карьерный рост, в том смысле, что она получает популярность, она получает новые знания, которыми она может делиться, и через который, собственно, вот через эту популярность она может зарабатывать деньги, и мы видим, что здесь 11 энергия на линии баланса, является для нее, вот, именно балансирующей между деньгами и отношениями, это внутреннее ее стержень, ее зона комфорта, если ей комфортно, она находится вот на, в таком сбалансированном состоянии, что такое баланс, это состояние гармонии, состояние равновесия внутреннего между духовным и материальным планами, да, то есть душа ее определяет, вот, чувствует себя комфортно, когда она находит вот этот самый баланс, когда у нее между материальным и духовным планом нет противоречий, она не зацикливается ни на духовном развитии чрезмерно, да, так же, как не уходит в мир материи, в деньги, в зацикленность, на материальном благополучии, а когда между этим существует баланс, вот тогда 11 энергия находится в плюсе, и мы знаем, видим, что это ее же и зона комфортная, ей комфортно в этом, вот, деньги к ней приходят через вдохновение, через, если она находится в состоянии, колеса фортуны, так сказать, деньги приходят по удаче, повезло, заработала, и таким образом, вот, они к ней приходят, могут приходить вот такими рывками, потому что 10 энергия, энергия вдохновения, и чем больше человек вдохновлен, тем больше, чем больше он находится вот в этом состоянии вдохновения, воодушевляет ее, ее работа, тем вот через это вдохновение, она и будет зарабатывать денежку свою, десятка, ну, кроме вдохновения, мы знаем, что это потоковая энергия, состояние потока, творческого потока, 14 энергия, это энергия творчества, поэтому, когда она творит что-то, рукоделие это может быть, это может быть на духовном плане, это могут быть знания какие-то, то есть, человек, который занимается научным трудом, опять же, он тоже находится в творческом потоке, если это он делает не по обязательству, а от души, и это интерес глубокий, да, это есть, ну, как ученые известные, да, которые вообще закрывались в себе, как и художники есть, да, которые уходили в свое творчество с головой, это чрезмерно, но тем не менее, 14 энергия, творчество, а творчество с десяткой всегда связано, да, и мы видим, что денежка приходит через вот это вдохновение, вдохновение, а значит вдохновение, а значит через вот 14 энергию, а значит через какие-то способности развития таланта, да, вот, то, что ей нравится, и девяточка здесь говорит о том, что мудрость, включая свой опыт прошлых воплощений, она получает новые знания, и таким образом раскрывается ее 14 энергия, здесь больше похоже на какие-то вот более такие, что ли, научные, может быть, или учительница, или что-то в этом роде, да, вот тоже могут приходить такие новые знания откуда-то, либо это юридическое какое-то образование, здесь восьмерка присутствует, она говорит о том, что причина следственной связи, это главный ее талант, восьмерка, да, понимать причину следственной связи, находить баланс и гармонию между материальным и духовным планом, это главный баланс, главный талант этой восьмерки, да, этой энергии, когда человек живет честно, справедливо, когда человек понимает причину и следствие всего, что происходит вокруг него, и в этом мире в целом, да, понимает, что есть причины, которые нам неизвестны, это причины прошлых воплощений, да, и это говорит о том, что девятка таким образом раскрывается через 19-ую энергию, а 19-ая энергия, это энергия расширения, это энергия солнца, тепла, это энергия и больших проектов восприятия, человек может удерживать в голове большие проекты, большое количество людей, какие-то крупные планы, идеи большого масштаба, в голове такого человека легко укладываются, он легко это воспринимает, он умеет руководить и подчинить себе большое количество людей, и его задача не использовать своих сотрудников, тогда в личных целях, не злоупотреблять властью, и тогда 19-ая энергия находится в плюсе, человек будет зарабатывать хорошие деньги, иметь будет власть на большое количество людей, и дарить им тепло, помогать им, находить им работу, помогать им найти работу, обеспечить их работой, это 19-ая энергия, чтобы люди могли заработать и содержать свои семьи, и это приводит к тому, что мудрость души, опыт прошлых воплощений, интуиция раскрывается еще больше, и все это вместе помогает раскрывать еще больше таланта, он раскрывается именно через вот эти способности, и мы видим, что тройка говорит о том, что рождение детей, плюс работа, бизнес какой-то, да, мелкий для себя, небольшой, может быть, семейный для семьи, для детей и так далее, который приносит пользу, это для души этой женщины, да, ей приятно заниматься тем, что вот приносит такое, вот может быть, это самозанятая, но это императрица, да, это человек, который занимаясь своим бизнесом, не нуждается в том, чтобы ему указывали, что ему делать, вот, он сам знает, это императрица, это когда человек независим, когда человеком не надо управлять, когда человек сам разумно относится к своей жизни, к своей деятельности, да, и приносит пользу людям, то есть вот такой вот небольшой обычно бизнес, связанный с детьми, женщинами, семьями, да, вот что-то такое, то есть творчество может быть, которое приносит пользу детям и семьям, да, и мы видим здесь аналогичные тоже энергии даны по роду отца, 22-я энергия дана как опыт именно таланта, свободы, да, как талант свободы, то есть прочувствовать, как в дар дана эта энергия, что такое свобода, ощутить ее, это легкость на подъем, это путешествие, открытость, да, адаптивность, легко адаптируется, принимает людей разных национальностей, немножко авантюризма есть, независимости, такой активность, движение, креативность, какая-то изобретательность такая, да, вот, через нее проходят энергии всех арканов, это опыт уже, как говорится, всех, вот всей жизни, всех энергий, 22-я энергия завершающая, переходная, как я сказала, переход на новый виток, и мы видим, что через понимание причинно-следственных связей раскрывается вот эта самая тройка, которая на сердечной чакре у нее находится, и на уровне мыслей души, да, вот мы видим, это вот уровень аджны, а это аджна третий глаз, это мозг наш, это восприятие, все профессии, своей работы, да, это быть императрицей, человеком независимым, император, императрица, это люди уважаемые, это люди самостоятельные, это люди, которые авторитетом пользуются, которые знают свое дело хорошо, и именно поэтому к ним обращаются люди, поэтому они имеют свой авторитет, что они берут ответственность за то, что они делают, обычно такие люди не относятся халатно к своей работе, они очень ответственны, они гарантируют качество того, что они делают, и поэтому таким людям можно доверять стройка и четверка, Это люди трудолюбивые, работоспособные, которые несут ответственность за то, что они делают, берут на себя такую ответственность и гарантируют, как говорится, качество. И вот тройка, это я уже сказала, бизнес для женщин, для детей больше связан, это рождение детей обязательно и сама воспитываю детей, не отдаю ни в какие, ни бабушкам на неделю, на две не вижу ребенка, ни в какие ясли круглосуточные или садики или интернаты, где детей не видят или видят раз в сто лет. То есть это не про тройку, эта тройка уйдет в минус, бросать своих детей, не воспитывать самостоятельно, тройка в минусе уходит, в плюсе, тройка сама воспитывает, одновременно работает эта женщина. Вот такие задачи поставлены родом мужским, женский род дает раскрытие 14 энергии, как я уже сказала, еще раз повторяется, и пятерки, и девятки, опять же интуиция, и здесь девятка, и здесь девятка очень много помогает. Раскрыть эту самую творческую свою жилку и передавать. Пятерка стоит все-таки, говорит о том, что своими знаниями и опытом надо делиться. И вот в 50 лет у нас пришла энергия 16, и от 45 до 55 лет она будет штудироваться, проверяться. Если человек проработал это легко, то проблем не будет. Если есть проблемы, значит 16 энергия в минусе. 16 энергия – энергия созидания, энергия феникса, я говорю, человека испепеляет и заново заставляет возрождаться. В этом суть, в общем-то, происходящего. Это может быть как на духовном уровне, то есть полное разочарование, обнуление, и потом смена взглядов, перемена. В этом может вести и 13-я к этому энергия, когда человека заставляет, она каждый раз окунуться с головой и переродиться заново. То есть начать жизнь сначала буквально с нуля. Но это может быть чисто в душе, то есть полное обнуление, а потом заново как бы перерождаешься, понимаешь. Это может быть и на материальном плане, потому что если тут материальный здесь духовный, то здесь смешано. Это может быть смешано и тут, и там проявление этой энергии, когда что-то рушится, что-то не получается, то, что раньше получалось. И может быть рухнуть здоровье, сильно пострадать. И 16 энергия находится у нас на чакре Муладхаре. Это источник родовой поддержки родом, твоего физического здоровья, именно тела. И речь может идти о том, что здесь могут быть какие-то серьёзные проблемы со здоровьем возникнуть в 50 лет, от 45 до 55. И это может означать на уровне разочарования внутреннего духовного и, с другой стороны, на уровне материального плана. То есть что-то отношения рвутся, рушатся, где-то не получается заработать деньги. Вот если 17 энергия, шестёрка не проработаны, хорошо, значит, пострадают. Ну, мы видим, да, здесь отношения, здесь люди, здесь желание учиться, работать и двигаться дальше. Это всё может привести к тому, что если шестёрка, вот эта вот энергия, этот энергетический канал не был проработан, то здесь рушится вообще всё. Рушится, у людей рушится семья, рушится бизнес, рушится здоровье. Всё сразу, страдают его дети. То есть человек видит, как рушится всё вокруг него и внутри него, и вообще вся жизнь рушится. Это 16 энергия. В плюсе же, если человек находится в плюсе, если он здесь прожил, проработал эти энергии хорошо, если он держится на вдохновении, на популярности людей, то его энергия, 11 энергия, здесь мы видим, да, что через 11 энергии он просто получает опыт, опыт того, что всё могло рухнуть, но он из этой ситуации вышел, то есть возродился, как феникс. Если он проходит эти испытания такого вот кажущегося или настоящего разрушения, да, кажется, это значит внутри, в душе, когда у тебя всё, кажется, вот, ну, перестаёшь понимать этот мир, этих людей вокруг себя, да, и вообще всё, зачем всё это и так далее. То есть это внутренняя такая 16 энергия в минус уходит, когда ты как будто понимал, для чего ты живёшь, что ты делаешь, а тут перестаёшь понимать вообще смысл жизни, да, вот, то есть это тоже, когда рухнет смысл жизни, и человек начинает разочаровываться, не понимать, зачем ему вообще всё это нужно, да. Так вот, 16 энергия – одна из таких вот энергий, когда она обнуляет человека, да, и человек должен здесь вот научиться возродиться, то есть найти вот это самое вдохновение. Здесь вот речь идёт о том, что через 11 энергию. 11 энергия может говорить как о внутреннем стержне, да, то есть о том, что если разочарование было такое, внутреннее разочарование в смысле жизни, то здесь через 11 энергию, то есть через вот этот свой внутренний стержень, то есть вернуться к себе, вспомнить себя, на чём ты держалась изначально, да, и вот эту вот внутреннюю свою вот эту энергию, если поднять, то через неё откроется снова девятка поток, вот этот информационный поток вселенский, да, опыт прошлого воплощения, десятка тоже, духовность такая, да, то есть войти, может быть, вот немножечко погрузиться в какое-то творчество, побыть одной, да, почувствовать себя, своей энергией, девятка раскроется, раскроется интуиция, понимание и опыт прошлых воплощений, понимание, зачем ты пришёл в этот мир, да, и 16 энергия начинает возрождаться. И если это было на внутреннем, внутреннее разочарование такое, да, внешне вроде бы всё нормально, а внутри жить не хочется, такое бывает у людей, да, так вот это тот самый случай, когда может быть такое. Либо наоборот, 16 энергия говорит о том, что не только внутри, да, разочарование идёт, но и вокруг всё рушится, из рук вон плохо идут дела, тут вот измены, да, предательство, либо партнёров по работе, либо и того, и того ещё и дети с претензиями, либо поразъехались все, никто никому-то не нужен, ощущение такое вот шестёрка в минусе может давать, да. Опять же, вот эта вот популярность, она исчезает, то есть наоборот, 17 энергия, ты не звезда совсем, да, а наоборот получается полное разочарование, никому не нужен, все про тебя забыли и так далее, вот тут вот возникают такие мысли, вот, и это приводит к тому, что у человека начинает рушиться вся жизнь, начинаются разводы, начинаются потери бизнеса, да, вот ничего не ладится, уходим, закрываемся, вот, и кроме этого и отношения все рушатся, клиентов теряем, да, если это были клиенты и работа с ними, то есть вот в таком виде 16 энергия уже выглядит на материальном плане, и если так, то тогда человек вот может уйти через 11 энергии, если человек остаётся трудолюбивым, занимается своим делом, и несмотря на то, что всё это вокруг рушится, казалось бы, да, я делаю работу и будь что будет, то тогда он приходит к тому, что опыт прошлых воплощений начинает приходить к нему, он понимает, что это всего лишь театр, жизнь театр, люди в нём актёры, ещё раз говорю, да, и человек начинает это всё принимать иначе, ничего, начинаем жить, работать, находим новую цель, да, опять же, не забываем, что цель и устремлённость, семёрочка, тут у нас присутствует и говорит о том, что ставишь цель, и тогда появляется смысл жизни, идти к этой цели. И вот девятка, мудрость, это то самое уединиться, побыть с собой наедине, почувствовать свою интуицию, услышать её, вернуться к душе, как говорится, из всех этих разочарований, и тогда всё восстанавливается здесь. Если человек проживает вот это всё в положительном уже, в смысле, то есть принимает это уже как дар, то есть принимает любовь к людям, безусловную, у него начинает раскрываться его популярность, приходят новые знания и опыт, то здесь вот базируясь, вот работая в этой сфере, не уходя в трудоголизм, не закрываясь в себе, и наоборот, не бросая всё из рук, вон плохо, и пошло всё нафиг, да, тоже, то есть если человек не уходит вот в эти крайности, а именно работает именно для того, чтобы какую-то цель поставить и стремиться к ней, работает умеренно, чередуя отдых с работой, то одиннадцатая энергия находится в норме, и человек поддерживает своё здоровье таким образом, да, и у него раскрывается вот эта, и энергия шестнадцатая превращается в энергию созидания, творчества, да, появляется идея, человек вдохновляется какой-то идеей, ему важно найти то, что будет его двигать вперёд, раскрывать, развивать его духовное развитие, речь идёт о том, что повышение, да, шестнадцатая энергия мира, духа уже повышение духовного развития, движение вперёд, раскрыть себе, поставить цель, которая воодушевляет, поднимает его дух, вот, и когда такая идея, цель возникает, то тогда человек переходит в стадию созидания, он работает на уровне достаточности, да, то есть он работает, чередуя отдых с работой, и его интуиция активно работает, приходит опыт прошлых воплощений, девяточка мудрая, раскрывается, да, это такая энергия умеренности, скромности тоже, такая уединённости, спокойствия, заботы, вот она чувствительная, заботливая о близких и так далее, то есть вот такая вот энергия здесь раскрывается, такой талант, и это очень мощная, сильная энергия, если она в плюсе, она восстанавливает буквально человеку здоровье, это мощная потоковая энергия, потока рода в данном случае, да, и когда такая энергия приходит, человек буквально исцеляется, когда он приходит в плюс по шестнадцатой энергии, она очень либо разрушительная, либо очень восстановительная, как строитель по кирпичику собирает обратно всё, что было разрушено, возрождает буквально человека, и вот мы видим, что с 55 до 65 лет человек приходит к тому, что ему стоит вопрос, а вдохновлён ли ты, а в потоке ли ты, опять же, четырнадцатая энергия требует вернуться к себе, да, она говорит о том, что тебе надо находиться в потоке, в духовном потоке, в потоке такого понимания равновесия и умеренности, не уходить в отношения, не уходить в материальный план, не зацикливаться на духовном, как люди, да, полностью отказываются от заботы о теле, о своём жилье, о заработке, обо всём, да, сидит и только медитирует, это уже десятка уходит в минус, и любая энергия, четырнадцатая, любая уйдёт в минус, потому что человек хочет прожить в материальном плане, игнорируя материальный план. Душа пришла сюда для того, чтобы в материальном мире проявить свои таланты и способности, в духовном мире она могла не воплощаться тогда сюда, а находиться там, где она была, и там себе проходить этот опыт, но она пришла сюда, в материальный мир, а значит отказываться от материального мира нельзя, но при этом мы видим, десятка говорит, вдохновляйся, ищи поток, ищи вдохновение, раскрывай в себе вот это желание двигаться вперёд, да, что-то интересное нужно копаться, может быть в интернете, может попутешествовать где-то, поездить по миру, потому что это колесо фортуны, и тебе повезёт, удача придёт, если ты не будешь стоять на месте, если ты не будешь застаиваться, если, выходя на пенсию в 60 лет, да, женщина не говорит, всё, я своё отработала, сидит на лавочке и смерти ждёт, это такие люди тоже есть, это уже их проблема, ваша проблема вам, десяточка говорит, хочешь удачу, ищи её, называется, да, ищи вдохновение, ищи этот свой поток, который тебя, который не даёт сидеть на месте, пришла идея, полетел, а если добавить сюда 16 энергию, это энергия полная, идея, вдохновение, это энергия одухотворяющая, да, поднимающая дух, желание, это вот, ну, люди, которые создают секты, которые создают партии, да, которые под лозунгом ведут за собой людей, а лозунг это что? Лозунг, который их одухотворяет двигаться вперёд, когда люди вот революцию совершают, да, это ещё революционная энергия 16, когда мы весь, мы старый мир разрушим до основания, да, 16 энергия как раз об этом и говорит, что всё старое разрушает, а если добавить сюда 13 энергию, которая несёт обновление, то да, здесь должно всё старое рухнуть и начать что-то новое возрождаться на этом месте, когда сносится старое здание для того, чтобы поставить на нём развлекательный центр, вот, из этой серии, да. И вот десятка говорит, что если ты вот тут вот человек одухотворённый, то здесь только будет тебе сопутствовать удача. Но если ты в минусе прожил эти энергии, если твой дух не поднят, ты не нашла себе цели, куда двигаться, то десятка не несёт удачи, потому что нет вот этого самого потока. Человек, когда одухотворён, он находится в потоке духовного, вот этого поднятия, да, внутреннего такого. И вопрос говорит здесь о том, как он относится к людям. Это внутреннее состояние человека, то есть внутренняя вот эта одухотворённость и чувство удачи. Когда ты чувствуешь себя везунчиком, когда ты чувствуешь, что да, то, что я придумала, у меня обязательно получится, я прям вот вся горю этим, да. А мы здесь видим 21-ю энергию через расширение, может быть, через заграницу, поездки за границу, может быть, просто через интернет. Это, да, опять же, большой круг людей. Весь земной шар в твоём распоряжении, если ты в плюсе, да, выходи в интернет. И что здесь, мы говорим, создавай свою империю, ты император. Если здесь есть опыт императрицы, то здесь опыт императора уже, то есть человека более сильного, человека, который прожил вот жизнь, да, и имеет уже силу воли. То есть если это женщина, да, она более мягко здесь работает, то здесь уже приходим к тому, что мы находим общие языки с мужчинами и можем с ними общаться на равных. У нас уже такой опыт в жизни, где мы можем сказать, да, я тоже это могу. И мужчины запросто доверяют и подчиняются такой женщине-руководителю, которая знает своё дело. И вот четвёрочка говорит о том, что ты император, о том, что ты можешь заниматься своим делом, как предприниматель, ты можешь заниматься любым делом, в принципе, да, быть руководителем на государственной службе, ну здесь девятнадцатая энергия тут присутствует, ну так как проходная, можно, тут тоже вот девятнадцатая энергия тоже, она говорит, через девятнадцатую энергию вы приходите к мудрости. Опять же, да, это говорит о том, что либо можно на государственной службе быть руководителем, занимать руководящую должность, четвёрка легко двигается по карьерной лестнице, потому что она очень хорошо знает своё дело обычно, да, она легко усваивает любую новую специальность, легко учится четвёрка любой работе, бизнесу, вот, делаю у неё талант к этому и двигается по карьерной лестнице, именно потому что эта четвёрка, ей дано это, такой успех именно двигаться по карьерной лестнице, потому что четвёрка – это энергия работы, работоспособности такой, да, способности изучать, учиться, обучаться новой работе, продвигаться именно по карьерной лестнице, развивая свои знания и быть авторитетным в своем деле, то есть человек несет ответственность за то, что он делает и за это он имеет уважение, авторитет, пользуется авторитетом, да, это хозяйственные люди, целеустремленные, они заботливые о своих подчиненных, об окружающих, это спокойные люди, которые несут ответственность и не боятся ее брать на себя, они надежные, они харизматичные, они привлекательны тем, что они вот такие вот устойчивые, да, именно как руководители и это вот все касаемо внутреннего такого состояния, если человек готов, он чувствует свое вдохновение, понимает, что он может взять на себя такую ответственность через вот общение либо с международными компаниями, либо работа в международной компании, либо это импортный товар какой-то, да, либо это знание из интернета, опыт, да, или выход в интернет, нести свои знания, нести свое вдохновение в интернет, в любом случае это выход на международную арену и здесь работает четверка предприниматель, кроме этого четверка еще говорит о том, что человеку некомфортно будет, если он будет сидеть и ничего не делать, то есть вышла на пенсию, сижу, теперь я буду жить на одну пенсию, не будет четверка жить на одну пенсию, она не даст покоя, она требует самореализации, четверка требует самореализации и поэтому, если вы усядетесь и будете ничего не делать, у вас начнет разрушаться и здоровье, и чувство удачи исчезнет, да, и вот этот выход в окружающий мир, а значит общение с людьми, а значит и благополучие вот в отношениях в первую очередь тоже начинает рушиться, да, и мы видим, что этой женщине подходит партнер пятерочка, то есть человек, который любит, чтобы все было по закону, семья любит семью, ценит семью, свою ближнюю семью именно, да, не столько, ну как бы род, есть люди, которые ценят род, традиции, национальность, да, то здесь именно семьи касается пятерочка, это такая семья ближняя, да, любит семью, своих детей, жену, да, и так далее, ценит их и понимает в том смысле, что все это должно быть по закону, все должно быть по правилам, как положено, и чаще всего эти люди стараются, ну, если не на самом деле, то хотя бы производить впечатление на окружающих людей, что они вот верны своей семье, они ценят традиции семьи и так далее, да, то есть вот такой человек, вот пятерочка мы видим здесь тоже, да, человек, который принимает порядок, закон, правила, любит порядок в доме, любит порядок в отношениях, да, и любит получать новые знания, обучаться чему-то, и его задача тоже отдавать это другим людям, делиться своим опытом, который ты получаешь в этой жизни, какие-то новые знания, мастерство, какой-то талант, способность, да, где-то ты в чем-то развиваешь, и ты это передаешь людям, рассказываешь им об этом, потому что пятерка это еще и талант разговорного жанра, это уметь донести, рассказать, талант учителя, да, учить, не каждый человек умеет научить тому, что он умеет сам, но пятерка говорит о том, что раскрываться будет этот самый талант, если ты будешь сам учиться, понимать, потому что сложное знание, которое люди не могут понять, да, об этом пишут, да, об этом говорят, но человеку не доходит, он, ну, по-другому, у него другие ассоциации, видимо, в голове, да, и он не может принять эти знания, разрозненные из разных кусочков, да, у себя в голове уложить так, чтобы стало все понятно, и вот как бы, как говорится, да, нахватался с разных сторон и не знает, куда это все применить, а вот когда пятерка срабатывает, вот тогда все складывается в голове, то есть все эти разные знания, они вдруг одновременно складываются в такую цепочку, и становится все понятно, для чего это и куда это, и потом это легко рассказать людям, как ты сам к этому пришел, ты начинаешь об этом говорить людям, и вот он вам нужен такой человек именно для того, чтобы вы свою пятерочку тоже смогли прожить, то есть глядя на него, как он это проживает, вы учитесь у него, он, нам даются партнеры, это как наши учителя, то есть мы друг у друга учимся, мы учим его, он учит нас, для этого мы находим друг друга, и когда люди дали все, что могли дать друг другу, могут разойтись даже мирным путем, как говорится, без причины, вроде не было причины, но люди расстались, как говорится, как они часто говорят, у нас, да, это непонимание друг друга, да, происходит, то есть, потому что они уже отработали свое, но это в том случае, если люди прожили долгую жизнь, они только сошлись и сразу разошлись, вот, это урок, который, партнер это всегда урок, урок, который он нам преподносит, и когда мы принимаем этот урок, либо мы остаемся жить вместе и живем себе дальше, уже перестаем воспитывать друг друга и понимаем друг друга с полуслова, да, потому что мы выполнили свои задачи, трение вот этого, да, умение жить в паре, опять же, это тоже уроки, да, и умение примириться с человеком, который другой, совсем не такой, как ты рядом, друг появляется, и жить вместе, это тоже нужно к этому приучиться, и вот пятерочка, это такая энергия, которая семью любит и которая должна передавать знания, и этому учит, она вот поможет разобраться в этом, и такой партнер, да, и 21 энергия, энергия вот этого вот широкого общения, вот этой популярности, да, известности, выхода, может быть, поезда к заграницу, либо это человек, который иностранец будет, да, либо другой национальности, да, ну и вот 21 энергия, такая расширение дипломатичности через свою дипломатию, через свое умение вести за собой, вот адаптация такая, принятие людей любой национальности с любыми традициями, легко уживаться, если это все принимает человек и проживает в плюсе, да, то тогда четверка ему раскрывается, он император, он хозяин положения, и это не обязательно, можно сказать так, на материальном плане, это говорит о том, что это в душе человек себя чувствует именно вот таким вот образом, он себя самореализует, он вдохновлен, он может двигаться вперед, и в принципе, да, он может раскрывать уже этот бизнес, идеи бизнеса, это его внутреннее уже состояние, идеи вот четверки, и четверка не будет сидеть дома, как я уже сказала, да, даже когда муж говорит, все, сиди дома, готов мне борщи, да, я буду зарабатывать, для четверки это не подходит, четверка не может себя реализовать, ей будет некомфортно, и в данном случае это будет некомфортно именно на уровне отношений, это нарушит отношения в семье, уйдет в минус четверка, она будет себя чувствовать некомфортно, и, конечно же, не будет благополучия в семье тогда, да, то есть внутреннее состояние будет чувствовать себя неудачницей, и будет чувствовать себя закрытой в клетке, да, в решетке, пусть даже если это клетка золотая, все равно будет ощущение несвободы такой, нет выхода в мир, и так далее, будет все время рваться куда-то, выйти чем-то, заняться, и просто начнет деградировать и чувствовать себя ущербно, если она не будет себя раскрывать, развивать, где-то работать, и проявлять свой именно авторитет. Авторитет. Четверка требует от человека быть востребованным, да, вот владелец четверки хочет быть востребованным, хочет быть нужным людям и приносить им пользу, да, в этом суть четверки, она может пользоваться авторитетом здесь, да, она что-то знает такое, чем она может поделиться, и она хочет это получить, это вот на уровне чувств, и это дает зону комфорта, влияет на ее ощущение комфорта, самоощущение внутри себя. И уже после 65 до 70 лет, мы видим, да, будет проверяться снова вот эта самая безусловная любовь. А любишь ли ты людей, не разочаровалась ли ты в них, если по этим энергиям уйти в минус, то тут точно будет минус, да, но если эти энергии проработаны, в плюс ситуации уже не повторяются, а значит вы их проработали, они могут пройти, и вот как сначала приходит какая-то проблема, вы ее проработали, через какое-то время она может еще прийти как проверочка, на всякий случай проверит еще раз, вот тут вот мы видим, да, 16 энергия, вот в 65 лет снова начинает себя проявлять, да, она проверит вас, оправдали вы по 16 энергии, готовы возрождаться заново, не разочаровываетесь в людях, да, и вот тут вот приходит снова шестерка, вот тут она вот, видите, шестерочка есть еще, вот тут вот в годах проявляются иногда энергии, повторяются, вот шестерка проверяется еще разочек, да, 16 вот тут приходит, рухнуло ли все вот тут вокруг, могло рухнуть в 42-43 года, да, было ощущение, что все уходит, земля из-под ног, идеи вот эти вот уходят, да, то вот здесь вот говорит о том, что в 70 лет снова проверяется шестерка на вшивость, да, что называется, а любишь ли ты людей, а вот они тебя снова предадут, кажется, что и кажется, либо на самом деле, да, ну во всяком случае у вас будет точное ощущение того, что вас снова все предают, посмотри, все нападают, и дети отказались, и муж отвернулся, и партнеры что-то вдруг начинают придираться, что-то им от меня надо, обвиняют в том, чего не делал, да, то есть хочется уйти от всех, закрыться от всех, никого не видеть, все достали, вот, и шестерка закрывается в себе, она начинает разочаровываться в людях, да, если розовые очки были, то они снимаются опять же, да, а если их не было, то разочарование на самом деле вызвано будет специально плохим поведением людей, причем люди даже безотчетно будут это делать, они сами не понимают, почему поступили так вот, ну правда нехорошо, несправедливо, да, проявили вот такое отношение, что человек понимает, что они тебя не любят, это притворялись, например, да, то есть вот такие вот, такое поведение окружающих людей, это проверка, это очередная работа театра, в котором все актеры, да, и мы видим здесь вот через девятнадцатую энергию, через вот эту самую власть, если не злоупотреблять властью, если имеешь власть над людьми, даришь им тепло, то есть через ответ, если любовь, если шестерка в плюсе, то дальше дарить тепло людям, ставить цель, которой ты знаешь, что ты можешь ее достичь, то есть самодостаточность в семерке должна быть, когда я ставлю цель, я самодостаточно, мне хватает сил, энергии, знаний для того, чтобы этого достичь, и я к этому стремлюсь, пусть даже небольшими шагами, тем не менее я ставлю цель и двигаюсь к ней, да, и это говорит о том, что тогда через девятнадцатую энергию влияния, своего влияния на людей, своего опыта в жизни, своего таланта, своего руководящей, своей способности, а наработку этой руководящей способности, вот тут дали вам, да, попробуйте быть руководителем, хотя бы внутри, да, вот это прочувствовать эту энергию, вот через эту энергию девятнадцатую руководителя, который дарит тепло, заботится о людях, дает им работу, обеспечивает им работу, тем, что сам работает и помогает кому-то еще тоже найти работу, да, ставим цель, двигаемся вперед, вот это вот дает активную старость, что называется, да, то есть в возрасте мы не забываем о том, что мы тоже можем чем-то заниматься, и если не делаем выбор сидеть на лавочке и ждать смерти, значит, у нас еще впереди, как минимум, если вам 60, это как минимум еще 40 лет, а вы всего-то 40 лет активной жизни прожили, да, то есть еще половина жизни, которой надо чем-то заниматься, и если человек заинтересован в этом, он обучается чему-то новому, да, он находит, он ставит цель, и он двигается к ней, и работает так, как он может работать, потому что все зависит от него, и состояние его здоровья, как я уже говорила, да, оно опять же идет к нам по родовым вот этим вот каналам, и если мы желаем проработать эти энергии в плюс, то нам и дается для этого и ресурс, и когда вы переворачиваете эти энергии из минуса в плюс, то есть вот эти испытания вы прошли, вы понимаете, как вы любите людей, и люди взаимно относятся к вам также, да, шестерка начинает раскрываться в безусловной любви, когда вы не ставите условия, вы принимаете людей такими, какие они есть, вы понимаете, что они проходят свои уроки, вы свои уроки, вы благодарны им за то, что они помогают вам проходить ваши уроки, что они проверяют вашу вот эту самую любовь, да, и даже тем, что они от вас все отвернулись, вы не перестаете их за это любить, да, вы все равно любите этих людей издалека, где бы они ни были, вы к ним относитесь со всей душой, да, любых людей, близких, друзей, знакомых, клиентов, и просто людей, которые мимо проходят вас, вы их часто видите, например, да, вы к ним испытываете вот это самое чувство безусловной любви, принятие их такими, как они есть, и желание им помочь, если они к вам обращаются, опять же, тепло, вот это самое тепло дарить, тепло солнца, солнце, что такое солнце, утром встает, вечером заходит, то есть двигаемся, не стоим на месте, солнце греет всех людей, не выбирает одного человека любимчика, а греет всех людей, да, солнце не может одному светить, а другому не светить, оно либо светит всем, либо не светит вообще, либо солнце дарит холод, либо оно сжигает одного человека, если сконцентрировать весь его свет на одном человеке. Поэтому концентрации на одном человеке нет, а именно ко всем людям, как я уже сказала, именно когда вы научитесь любить людей, безусловно, и большое количество людей, то есть всех, ни одного человека, какого-то любимчика, я понимаю всех людей, принимаю их такими, как они есть, и тогда ваше тепло начинает распространяться на всех людей, ваша девятнадцатая энергия раскрывается, что такое солнце, еще раз говорим, светит всему миру, и что оно дает? Оно дает жизнь, оно дает урожай, то есть оно помогает людям заработать, денежку получить, еду жить дальше и выживать. Опять же, задача девятнадцатой энергии – помогать людям выживать, а для этого вы ставите цель, семерка говорит, это воин-победитель в плюсе, вы ставите цель, вы стремитесь к ней, и вы ее достигаете, вы побеждаете эту цель и ставите тут же новую цель. Цель всегда должна присутствовать, как только вы добились одной цели, двигаемся дальше. И конечная цель какая-то, какая бы она ни была, она впереди вас, вы всегда ее имеете, и поэтому вы ставите цель и стремитесь к ней. По предназначениям, что мы видим, а еще могу сказать, как вас воспринимают люди? Вас люди воспринимают, как человека трудолюбивого, начальника, руководителя, достойного уважения, авторитетного человека. Вы такой вот труженик, который вызывает уважение, мастер своего дела. Вот такая вот у вас визитная карточка. Даже если это не так, то вы все равно выглядите именно вот так. То есть вас все воспринимают именно как человека, такой бизнес-леди, даже можно сказать бизнесмен. Это четверка, то есть такая сильная женщина. И когда люди воспринимают так, то вы им можете дать что? Перемены в жизни. Ваша задача именно перемены в жизни. Научить их, вы можете им дать отказаться от всего, что устарело, что умерло, расстаться с этим, научиться отпускать все устаревшее и мертвое, оно вам не нужно. И это вам опыт прошлых воплощений, это ваша мудрость. Мудрость помогает людям вот это вот им дать. То есть на уровне материального плана вы можете их научить отказаться от всего устаревшего. На уровне духовного, души, энергий своих вам помогает именно опыт прошлых воплощений. Вы мудры, вы знаете, вы правильно, вы прямо чувствуете именно как надо правильно поступить. И, собственно, в этом заключается ваш бизнес. Скорее всего, научить людей расставаться с прошлым. А опыт прошлых воплощений, ваша мудрость, именно житейская прожитая, мудрой души, которая прожила уже много жизней, она имеет опыт уже разных ситуаций. И поэтому, когда вам человек начинает о чем-то рассказывать, вы понимаете, как ему правильно поступить. Эта мысль приходит к вам из потока по интуиции. Вы интуитивно чувствуете, что человеку посоветуют. И ваши советы будут нести свет, подсвечивать людям там, где им темно, где они не видят выхода, вы им подсказываете. И мы видим, что вот для себя, поиск себя, скажем так, мужская линия хочет, чтобы вы имели крепкое здоровье и удерживали свой внутренний стержень, то есть оставались человеком выносливым, трудолюбивым. Это то, что вам дает эта мужская энергия через чувство свободы, через чувство вот этой идеи самосозидания. И даже когда вот это испепеляясь, мы возрождаемся, мы возрождаемся благодаря вот этому самому внутреннему своему стержню. Чувствуйте, что вас держит, где ваш внутренний стержень, заново возрождаться, к чему и для чего. Женская энергия говорит о том, что ты имеешь талант тонко чувствовать людей, ощущать их, и пройдя через вот это понимание любви безусловной, ты укрепляешь свою целостность. Ты внутренний человек, имеющий баланс и равновесие между духовным и материальным. Ты находишься в этой самой золотой середине, поэтому сохраняешь свое спокойствие. Вот этого хочет, чтобы в результате получила эта женщина, этого хочет женский род. И когда она приходит к внутренней вот этой целостности себя, как человека в теле и души в этом теле, и наоборот, душа в теле или тело в этой душе, духовно-одухотворенное тело, и то, и то, очень важно, когда находится вот этот баланс. Я не тело, но я не душа, улетевшая от тела, а именно золотая середина, когда я и тело, и душа, и мы едины, и мы слышим друг друга. А вот это самое, это двадцатка, это такая одухотворённая. Кроме этого, это род, это родственники, это семья, традиции, и это двадцатка, это ещё и родина. То есть, где бы вы ни находились, здесь у вас большая связь, двадцать первая энергия, мы знаем, поэтому где бы вы ни находились, гордитесь своим происхождением, не прячьте его, заявляйте о том, кто вы есть, и как бы вот благодаря тому, какая вы есть, вы будете показывать, какой народ вашей национальности, и везде, где бы вы ни находились, вам нужно не стесняться себя, а наоборот заявлять, как делает шаман, я русский, и вот в то время, когда все, мягко говоря, обкакивали русских везде, он заявил «я русский», это говорит именно о том, что любую национальность нужно вот так вот поднимать, чтобы не говорили плохого, а я вот такая талантливая, я вот такая способная, я вот такая чувствительная, я человек, который любит людей, понимает и принимает их такими, как я есть, и я вот такой вот национальности. Вот представьте, в нашей национальности есть такие прекрасные, талантливые люди, И все, моя нация того стоит, я рождена в этом народе. То есть вот таким образом мы заявляем о себе, вот так двадцатка требует, не забывать еще о родине, роде и традициях. Что такое себя? Поиск себя, это когда человек, вот этот период, когда ему даются все таланты, когда он легко воспринимает и учится всему, до вот этих вот, до 35 лет, это идет активное развитие. Человек ищет себя, в поиске себя человек, вот одиннадцатая энергия. То есть вы до 35 лет, вы нашли свой этот самый стержень. Задача стояла найти, почувствовать, в чем мой внутренний стержень, в чем моя сила, вот духовная сила, скажем, да, сила духа моего, в чем одиннадцатая энергия. Кроме того, что это мощнейшая энергия, как я говорила, выносливости, трудолюбия, это энергия умения рассчитать все, да, практичная такая, да, уверенность в себе, это потенциал, харизма мощная здесь идет, да. Это лидерская, это энергия умения вести за собой людей, кроме выносливости, работоспособности, здесь высокие амбиции, само собой, работаем мы для чего? Для результата, и поэтому здесь есть амбиции. Кроме этого, это, конечно, упорство, как можно добиться чего-то без упорства, да, и принципиальность. Принципиальность здесь заключается именно в том, что ты чувствуешь свой внутренний стержень и не отклоняешься от направления, которое ты выдерживаешь. И вот научиться именно, вот, ну, одиннадцатая энергия мужской род этого хотел, и для себя вы поставили задачу научиться быть уверенным в себе, чувствовать свой внутренний стержень и уверенным в том, что я делаю, это правильно. Ну, как бы не тупо, а учиться, конечно же, да, слышать свою интуицию с учетом девяточки, да, и мы видим, что здесь присутствует и восемнадцатая энергия, и двадцатая энергия, внутренняя целостность, да, понимание, как найти выход из положения, и даже какая-то притягательность магии присутствует, используя ваша линия неба, ваша духовная вот эта вот энергия, да, она образовывает восемнадцатую энергию, она у вас образовывает магию. Когда вы находите баланс вот на этих вот энергиях своего духа, да, находите свой вот этот внутренний духовный стержень, ваши мысли материализуются, у вас раскрывается восемнадцатая энергия, энергия неба у вас восемнадцатая. Энергия луны, энергия магии, интуиции, загадочности, света, притягательности, энергия материализации мыслей, энергия, которая притягивает, имеет сильное воображение, и ваше воображение материализуется. И ваша задача научиться мыслить только позитивно, научиться мыслить, представляя картинки только хорошего развития событий, да, и ни в коем случае не допускать страхов, паники, истерик разных, придумывая себе всякого рода беды, которые могут случиться с вашими близкими или с вами, или вообще с этим миром, все, миру конец, паника, истерика и так далее, да. Это восемнадцатая энергия в минусе, в плюсе восемнадцатая энергия творит чудеса своим воображением, да, воображаем прекрасное, и оно свершается, держим эту мысль постоянно, накапливается энергия и материализуется в итоге, да, это артистичная очень энергия, она умеет притвориться, она умеет сыграть роль, она умеет преподнести себя, и если она в плюсе, она вызывает восторг, она притягивает к себе, она просто магнитит, она очень обаятельна и привлекательна, да, тем, что за ней есть тайна какая-то, которую хочется раскрыть, это интерес ко всему тайному в ней есть, к скрытому и непознанному, и именно любопытство и интерес познать все это тайное скрытое начинает притягивать к вам людей, таких же, которые тоже интересуются чем-то тайным и скрытым, они хотят раскрыть эту тайну вместе с вами и раскрыть вашу тайну, и в этом суть восемнадцатой энергии, и это ваша энергия неба, это ваша энергия духа, ваша энергия светить людям, да, вот на уровне духа, подсвечивать людям не на материальном плане, где денежку найти, да, а на духовном, как найти выход из трудного духовного положения, из сомнений, которые одолевают людей, и вот эта линия неба говорит о том, что ваше вот такое вот раскрытие идёт, да, а на уровне земли, говорит, речь идёт о том, что род, как я уже сказала, да, нацию, род и так далее, свою целостность внутренняя, не уходить в материальный план, видите, линия земли будет вас утягивать в материальные блага, забота больше о том, как бы всё, поесть, одеться, обуться и так далее, да, но здесь говорит о том, что нужно не забывать и о духовном, и линия баланса, гармонии, это двадцатая энергия, и вот найти гармонию между небом и землёй, между духовным и материальным планом, это вот задача, как бы, когда вы находите эту гармонию между духовным и материальным равновесием и баланс, ваш внутренний стержень укрепляется, вы чётко чувствуете себя твёрдо стоящую на ногах, у вас нет сомнений, что вы что-то делаете не так, вы понимаете, куда идти, как двигаться и так далее, если у вас начинаются сомнения, смотрите, куда вас унесло, да, но это всё было до 35 лет, уже надо было освоить, если не освоили, то надо догонять, потому что карма не отпускает никого, да, до тех пор, пока человек это всё-таки не поймёт, задача кармы не навредить человеку, нарушив его здоровье, жизнь и так далее, да, и нарушив его внутреннее состояние, довести его до психушки, задача кармы, чтобы человек понял, понял, где он ошибается, вот именно восемнадцатая энергия, да, это энергия, которая подсвечивает, говорит, пойми, ты обнаружил, научить людей видеть, подсветить, то есть как луна светит во тьме, да, лунную дорожку стелет, вот так же этот человек, он является луной для другого человека, он включает свет и человек начинает видеть, куда ему двигаться дальше, то есть в этом задача и задача самой научиться видеть, и тогда сможет помогать другим, видеть выход из любого трудного положения, причём выход правильный, выход тот, который необходимо найти. Одиннадцатая энергия научит вас в итоге иметь свой внутренний стержень, уверенность в себе, и мы видим, что социализация, то есть отблагодарить социум, страну, мир, в который вы пришли, людей за то, что они дали всё, что вы имеете вокруг, кто-то сотворил это, кто-то научил вас чему-то и так далее, да, наша задача отблагодарить социум и внести сюда свою лепту, с 35 до 65 лет мы работаем на пользу социума, то есть наша задача оставить след на земле. Двадцатая энергия, кстати, это тоже ещё и оставить след в истории, поэтому здесь тоже может ещё и такой вот момент быть, да, чем-то вы должны остаться в истории. Ну, иногда достаточно просто родить гениального ребёнка, и вы уже остались как мать этого гениального, этого гения, вы уже остаётесь в истории, да, это как пример. Ну, а так в любом случае какая-то миссия ваша, то, что вы сделаете, после вас ещё будет жить. И в этом, собственно, вот мы видим социализацию, опять же, через двадцатую энергию и здесь. И здесь ваша задача проявить свою четвёрку, то есть быть руководителем, быть предпринимателем или быть человеком, который нёс ответственность за то, что он делает, и нёс её правильно, работал, и вот своей работой вы оставляете след. То, что вы умеете, то, что вы можете делать, в том, в чём вы авторитетны, в том, в чём вы можете гарантировать то, что вы делаете, и делаете это лучше всех, вы оставите, так сказать, след в истории своей вот этой работой, четвёркой, то есть которая вас вдохновляет, мы помним, да, и которую вы выносите на весь мир. Это говорит о том, что, может быть, вы чему-то учите людей всё-таки через интернет или свою работу показываете в интернете, и люди учатся у вас. Опять же, вы оставите след именно там, и после вашей смерти люди ещё будут пользоваться этими знаниями, этим вашим мастерством, да, то есть тоже как вариант. И показывать то, что вы умеете делать, это ваша задача. Через пятёрочку, которая говорит о том, что если вы её прожили в плюсе, значит, вы уже начали учить людей тому, что умеете делать сами, чему вы научились, что вы поняли в этой жизни, вы передаёте и делитесь. Ну и о духовной грамотности я сказала в самом начале, пятнадцатая энергия, будет вас в этой жизни проверять на вшивость, насколько вы морально устойчивы, насколько вы на самом деле, как говорится, любите Бога, того самого единого Бога, не Грегора, к которому, может быть, привязаны какой-то верой, хотя это тоже не отменяет. И Грегор является посредником между вами и Богом. Вы можете молиться и Грегору, и Грегор передаёт информацию Богу. Вы можете напрямую молиться Богу, который находится в вашей душе, потому что наша душа в каждом человеке – это частица Бога. И поэтому, обращаясь туда, вы на прямой связи находитесь с Богом, потому что душа неотрывно связана со своим источником, энергетическим потоком, идущим сверху прямо к нам, воодушевляющим нас, одушевляющим нас, мы потому одухотворённые люди, потому что мы на связи с Богом, и наша душа пока жива, как говорится, пока она в нас есть, пока душа не покинула тело, тело что? Тело живое. Душа покидает тело, тело что? Тело умирает. Поэтому мы делаем такой вывод, что мы всё время на связи с духом, с душой. Душа уходит по этому энергетическому каналу обратно к источнику после смерти человека, и до тех пор, пока человек жив, он находится на связи со своим Богом, со своим Творцом, который прислал, собственно, эту душу внутрь вашего тела. А значит, обращаясь к нему, вы понимаете, обратись к своей душе, почувствуй, что она хочет, что она чувствует. И задача пятнадцатой энергии, в общем-то, вот в чём, чего хотела душа прожить вот в этих испытаниях, да, в жизни. Она говорит о том, что ваша задача в этой жизни – искушать людей, соблазнять. Пятнадцатая энергия искушает, соблазняет, провоцирует людей на то, чтобы они проявили свои какие-то негативы, какую-то каку. И тринадцатая энергия тоже через это помогает людям отказаться от этого плохого. Человеку, во-первых, вам самой в первую очередь, да, душа хочет, чтобы вы признали, что пятнадцатую энергию вы проживали. В вас она есть. В каждом человеке есть куча недостатков, соблазнов, всякого рода, да, искушений. Мы готовы на них вестись, нас соблазняют, нас искушают, и мы бы рады этому, да, пойти, потому что, ну, это же круто, классно, да, это и в алкоголь, и во всё остальное. Мы где-то частично погружаемся, и нам это где-то нравится. И нужно это признать в себе. Не нужно корчить из себя святого, да, потому что нет здесь святых, на земле мы все в материальном плане находимся, и для этого мы сюда и пришли. Святые сюда не приходят. Вот, поэтому мы пришли сюда для того, чтобы проработать какие-то негативы и признать в себе, что во мне, да, во мне есть негативы, да, во мне есть какая-то любовь, пристрастие к чему-то, может быть, тому, что мы считаем, ну, как бы, от дьявола, да, вот, искушение от всякого рода. Их нужно признать в себе и не скрывать их в том смысле, что самообманом себя я такая вся хорошая, вот я такая правильная, а все вокруг плохие. Осуждая людей, опять же, шестерка и восьмерка категорически запрещают осуждать и обсуждать и критиковать, да, людей в том смысле, что если вы не критик, то нечего вам этим заниматься, да. Ваша задача понимать людей, научиться понимать причины, следственные связи, почему они это делают, потому что они не могут раскрыть в себе что-то, не могут признаться себе, что в них что-то есть темное, а я всегда говорю, да, вот пополам мы видим, нам даны плюсы и нам даны минусы, нам дано половина негатива, то есть бес сидит в нас наполовину и ангел сидит в нас наполовину уже с самого рождения. И поэтому мы часто говорим, что-то нас бесит, да, бесит, тот самый бес внутри он бесит, он есть, он был и будет. Наша задача сохранять вот этот самый баланс, равновесие между бесом и ангелом, чтобы не улетать, выкормив ангела так, что беса подавили совершенно, да, и мы стали прям идеальные, без недостатков, да, святая прям на земле. И наоборот, кормить беса, когда уже потом приходится к экзорцистам обращаться, да, настолько пустил в себя, что уже и подселенцы появляются. Это тоже нельзя этого допускать. Поэтому речь идет как раз об этом, что нужно признать, что в каждом из нас есть и бес, и ангел. Вопрос в том, кого ты кормишь. И опять же, да, мы говорим о том, что мы ищем равновесие и баланса, есть в тебе недостатки, принимаешь их и умеешь им противостоять, ну, не бороться, нет. Когда ты их принимаешь, ты понимаешь просто, что это возможно, и делаешь так, чтобы, ну, не уходить с головой в эту, не погружаться. Потому что зачастую люди погружаются в игроманию, в алкоголь и в прочее, потому что они не умеют остановиться, потому что они не умеют признаться. Чаще всего, да, каким образом выводят из алкоголиков, да, работа с алкоголиками ведется как? Признайся себе, что ты алкоголик. Они выходят, говорят, да, я алкоголик. Но в этом же обычно не хотят признаться. Вот в этом же и минус. Вот так засасывает любой негатив, игромания и все остальное. Я не игроман. До тех пор, пока человек утверждает, что он не игроман, а сам завис в этих играх, да, значит, он уже игроман. Он уже, он боится признаться в этом. То есть человек не хочет признать в себе наличие пятнадцатой энергии, наличие беса, который в нас есть. Он есть обязательно. Либо он проработанный, либо нет. Это второй вопрос. И наша задача прорабатывать его. То есть наша задача признаться самому себе, сказать правду. Да, во мне есть какие-то недостатки. Те, 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 да. И знать, какие недостатки. И понимать, а пятнадцатая энергия и задача в отношении других людей – это помочь им открыть эти их недостатки. Помочь им увидеть их. Человек думает, что он такой вот, что он морально устойчивый, например. А тут раз красивая девица подвернулась, и он уже не морально устойчивый. И вот тебе искушение и соблазн, да. То есть так работает пятнадцатая энергия. Искушает, соблазняет и провоцирует сделать неправильное что-то, да. И когда мы так поступаем, мы всё время, значит, сначала мы говорим, да я вот такой вот весь, я вот такой вот, я правильный, да. Я в жизни так не поступлю. Ещё и осуждает других людей. Как так можно поступать? У тебя семья, ты женатый, а ты тут загулял, понимаешь, да. Вопрос не в том, чтобы всем начать гулять, да, и сменять и так далее. Вопрос в том, что не нужно никого осуждать. Это, во-первых, человек каждый проходит свой опыт. А во-вторых, вот этим вот самым, показав человеку, что ты никакой не морально устойчивый, нужно, чтобы этот человек признался себе в этом. Да, это моё слабое место. Значит, что? Значит, мне над этим надо поработать. И человек работает над тем, чтобы больше не проявлять, так не вести себя, то есть включить баланс, равновесие, вот эту самую гармонию между духовным и материальным и понять, нужно ли тебе это. То есть научиться анализировать, а не подавлять в себе эти желания, там какие-то, да, на которые вас искушают, подавляя их себе. Чем глубже вы их подавляете, не проработав, не раскрывая их, тем в итоге это может однажды взорваться и вылезти по максимальному уже масштабу, когда уже обратно не отмотаешь, да. То есть не нужно ждать, когда оно уже накипит в вас так, что оно материализуется и реализует себя. В этом суть пятнадцатой энергии. То есть эта энергия искушает, соблазняет и других людей, и вас. И сюда входит не только вот то, что я сказала, измена, игромания. Сюда входит использовать людей, шантажировать, манипулировать людьми. В первую очередь пятнадцатая энергия говорит, смотри, ты манипулируешь, обращать внимание, когда идут манипуляции, и не давать этого делать, да, человеку открывать ему глаза. Как я говорила, восемнадцатая подсвечивает, а пятнадцатая искушает для того, чтобы человек проявил негатив. А восемнадцатая потом говорит, видишь, смотри, вот в тебе это есть. Ты манипулируешь, ты используешь чужой труд в своих интересах, потому что ты начальник, да, то есть превышаешь свои полномочия, используешь свое место рабочее, да, ради своей выгоды. Это тоже уходит пятнадцатая энергия в минус, да. Вот, кроме этого, чревоугодие и все остальные, опять же, да, человеку об этом пятнадцатая энергия, она это подсвечивает. И самое интересное, что если, когда вы начинаете соблазнять, искушать кого-то, втягивать в какие-то, да, провоцируя, предлагая ему там где-то откаты совершить, нарушить восьмерочку или еще что-то, да, пятнадцатая энергия во всех сферах жизни может искушать, соблазнять, провоцировать, да, нарушить закон, еще что-то сделать, да, вот. И когда она это делает, ее задача самой не улететь туда же, да, потому что сама раскрывая, разоблачая человека, потом начинает его использовать ради своей выгоды. Например, манипулировать им, чтобы он делал то, что она хочет, или шантажировать его, чтобы заработать на нем деньги. Вот ваша пятнадцатая энергия, которая должна была помочь человеку обнаружить в нем его ошибки и исправить их, она наоборот их использует для себя, а значит сама уходит в минус, она уже сама в минусе. Если другой человек искушает, соблазняет, манипулирует, а потом начинает еще и шантажировать, да, и манипулировать этого человека, использовать его ради своей выгоды, он тоже погружается в минус, да, то есть этот человек находится в минусе, сказать ему об этом нужно только в том случае, конечно, если он вас просит об этом сказать, да, то есть если он уже ищет, если вы работаете, например, вот как я по матрице, да, читаете матрицу и говорите ему, у вас пятнадцатая энергия, вот, есть, да, обратите внимание, в минусе вы в ней или в плюсе. И когда человек обнаруживает, что он в минусе, он может обратиться ко мне, например, и сказать, помоги мне проработать эту пятнадцатую энергию, потому что, ну, я не знаю, что мне с ней делать, а я действительно ухожу в минус по этой энергии, да, я уже не говорю алкоголь, измены или игромания там, или наркомания и так далее, да, это, ну, это еще и вот эти вот всякого рода, использовать свое рабочее место руководителя, да, или просто даже вот поймал человека на чем-то негативном, начинаешь его использовать, надо понимать, что за все в этой жизни приходится платить, об этом надо не забывать. И платим мы не людям, и спасибо, если еще деньгами, да, здесь возьмет вселенная и где-то накажет вас, а дело в том, что восьмерка – это баланс, это равновесие, это гармония и это правосудие, правосудие не наше местное, да, земное, а это правосудие вселенское, которое видит причину и последствия того, к чему это все приведет, далеко вперед и далеко назад, то есть причину издалека сзади она видит, к чему это приведет в будущем, впереди, да, и, возможно, эта причина сзади – это в прошлых воплощениях, а впереди – это еще и в будущей вашей жизни, и уже сейчас вам могут мешать, не давать испортить свою будущую жизнь тем, что вы уже в этой жизни проживете свою жизнь неправильно, да. В этом, собственно, состоит вот задача правосудия, которая зачастую нам кажется несправедливым, за что меня так колбасит, да, да не за что, а для чего, для того, чтобы вы не ушли в минусы уже в этой жизни и не испортили бы свою будущую жизнь уже тем, что здесь так нагадили, что в следующую жизнь придете в одних минусах, и там попробуй выберись из этого всего, да. Поэтому вот об этом идет речь, и поэтому матрицу необходимо изучать, я считаю, каждому человеку, и если есть такое желание, пожалуйста, обращайтесь, будем работать вместе над энергиями, переводя их из минусов в плюс. Есть школа, в которой вы можете научиться переводить энергии из минусов в плюс, читать матрицу и все остальное. Я обо всем, что я умею в этой школе, я обучаю. Пожалуйста, можете записываться, ссылки под видео. На этом, до свидания, прощаюсь, надеюсь, помогла, смогла донести информацию. И, в общем-то, если честно сказать, и в этой матрице я не вижу плохого, очень хорошая, ну, матриц плохих и хороших не бывает, но очень хорошие энергии, очень полезные, очень такие, если проживать ее в плюсе, это такая красивая жизнь, можно сказать, да. Вот она правильная, она одухотворенная творчеством, она имеет чувство свободы, она в любви к людям, в то же время трудолюбие, вот эта, да, выносливость, способность работать долго, вдохновение присутствует, шестнадцатое созидание энергии, вот такого созидания творческого, идеи вдохновляющей, да, отказа старого, постоянное обновление, такие все энергии сильные. Восемнадцатая тайна раскрывается, пятнадцатая, здесь такая хитрая искусительница, соблазнительница, да, талант руководить людьми, вот эта сила, духа плюс целостность, вот это через вот любовь и тонкое чувство, и нетворчество, умеренности, да. Ну, такие, прям такая матрица, прям очень приятная. Да, я здесь много говорила нехорошего, но в том смысле, чтобы я читаю эту матрицу для людей, которые будут ее слушать, и понимание минусов и плюсов необходимо всем знать, и даже этому человеку, который, может быть, сейчас находится в плюсе, например, послушав, что у него так все хорошо, может скатиться в минус, сказать, да, у меня и так все классно, не надо ничего даже делать, да. Вот, опять же, нужно понимать, что в любой момент, из любого плюса мы можем оказаться в минусе, в любой, даже когда мы его проработали, мы проработали, вы вышли в плюс, а потом пошли и стали злоупотреблять властью, да, и все, и скатились в минус. Ну, не нужно простраивать то, что проработано, поэтому прорабатываем, а для того прорабатывая, я еще рассказываю, в чем заключается смысл этой энергии, чтобы человек не углублялся, не уходил в минусы, и понимал, что если он будет так поступать, он уйдет по этой энергии в минус, а значит, будут последствия, причины, следственные связи по восьмерочке, да. Ну, все, на этом до свидания, могу говорить бесконечно про все эти энергии, очень интересно, много информации, и поэтому, как бы, всего все равно не скажешь, но я максимально, насколько могла, прочитала эту матрицу. И желаю всего самого хорошего и удачи всем.